Предприятие Иваново Искош – отечественный лидер на рынке тентовых материалов с ПВХ-покрытием. Во вторник с производственными мощностями компании познакомился глава региона Станислав Воскресенский. Посмотреть действительно есть на что. Несколько цехов с современным оборудованием. Здесь выпускают целый перечень продукции. По сложившейся традиции глава региона обращает внимание на инвестиционную составляющую бизнеса. У этого предприятия итальянские партнеры. Мы сейчас боремся за каждого инвестора, за каждое рабочее место. Ведемся по отношению к инвесторам очень ответственно. Коллегам напомнил, что Ивановская область – одна из немногих, которая в этом году ввела льготу по налогу на движимую имущество. То есть вот это прекрасное оборудование, которое здесь стоит, оно налогами в Ивановскую область не облагается. Несмотря на завидные позиции в России, производитель пленочных и тентовых материалов Иваново Искош планирует расширять рынки сбыта. Главная цель – западные потребители. Проект по запуску высокотехнологичной выпускающей линии позволит это сделать. Стоимость нового оборудования – более чем 650 миллионов рублей. Идею финансово уже поддержали в Минпромторг. Сейчас это очень минимальная доля продукции. Почему? Потому что то старое оборудование, на котором мы работаем, и цель нового проекта – как раз получить тот продукт, который получится на экспорт. Сейчас она, как бы, доля ничтожна по сравнению с тем, что мы планируем с новой линией. Руководство Иваново Искош уверено, что качество их продукции европейцам понравится. Уже сейчас организация работает с целым рядом коммерческих компаний, в их числе «Газпром», «Роснефть», «КамАЗ». Каркасными палатками и тентами, обеспеченными Набороны, МВД, МЧС. Для того, чтобы производство имело замкнутый цикл, было приобретено две машины. У Карл Майер это по производству основовязанного полотна. Используется она в основном у нас на линиях. На новой производственной линии будут выпускать продукцию, не имеющую аналогов в России. Качество полимерных материалов, уверяют, будет соответствовать всем отечественным и зарубежным стандартам. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.